Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала в Сидмэйр Стивилизейшн 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на неё появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Что я там забыл? Ядерный синтез? А где этот ядерный синтез? Слушайте, ну я же не могу стырить ту теху, в которую человек не вышел, правильно? Если у него есть ускорение, то можешь украсть ускорение. А-а-а. картины воруют, губернаторов выгоняют ух картины это я ой, я такое оплошное сделал я губернаторов поменял перед нашим вылетом а потом забыл ужас во первых апгрейд скидка на улучшение юнитов во вторых ужас содержание ядерных устройств давайте содержание уже два влияния мне нафиг не надо ну и тут плюс сто морских юнитов давайте поставим что-то блин забава что американцы стоят аж три военных района в сторону голландца и только один мою он был видимо никто тебя не боится ну учитывая что все согласились купить очень похоже как это в лес а что не говори горе я очень хотел спросить про то ускорение то что я зерно-синтез ускорил у тебя там просто ускорение дать его взял это я спер у кого-то да у меня так у тебя он ускорен или открыт ускорен а как ты его ускорил на ученый не очереди схватил кликал как бог не знаю зачем так сколько у нас еще один ходов до союза один немец предложения так значит давайте об этих и корили композиты теперь их открываем пойдем в дальнюю связь очень конечно не хочется воевать качка рекламу блин зря это я зря конечно а мне очень очень хорошо все поставлено значит открываем два года до ядерных ракет до возможности постройки ядерных ракет в центре как-то денег не очень у меня уже вынесли так что мы все кто следующий я чувствую осталось за целью похода я думала где вот ну ему сейчас будет держать то что он захватил полетят или конец на нефть поставил красавчик скажу я все равно не успел я хотел не всадник только в модерн армара боится можно на всадник когда сразу модерн армара там не нужна нефтам уран как не ли уж главное ну не знаю зачем он на не вставил город у него была она одновременно пошла вместе с губ четко деду барона обороны кстати столица попала знаю если мы его еще чем повоевать хочет и я ничего против так зависли полагается я не успеваю пушки качать не качаем и не качаем уже действительно артема на фига ты так близко поставил аэропорт и тупану фигасе ты бомбардами как насчет и хапнуть просто некуда блин я за чувак бомбардами сносит по единице снимает может позволит себе тупо смело поход мне еще не предвещают это вы с греком закусились грек на меня напал у тебя короче фантом полное расположение для победы карт-бланш карт-бланш да не вопрос только в том сколько ядерок на меня упадет я просто не въезжаю вот смотрите я предлагал греку союз да то есть его не трогать у меня идея была такая чтобы я других пытался ядерками закинуть и по очкам победить соответственно у него была возможность победить улётом в космос 20 ходов это выше крыши вместо этого на последние пять ходов ты мне это атомную зиму на какие последние у тебя союз 20 ходов союз 20 ходов какие последние пять ходов вот что вот счет и сейчас вот даже примем на 120 на 125 до этого ну 20 на 24 оттуда в ней ядерную зиму устроился ну я теперь теперь уж и могу предложить союз ну давай тут уже предложить кто фантом не фантом фантом вармонгер с ним нельзя я могу тебе еще принести свет да не соличество миссия не против кач сейчас ты только примет дружбу сначала что не вижу почему бы не дать качечке победить религии в таком случае так почему ты просто мешаешь победить одному игроку в пользу другого при этом никак не влияя на себя я уже никому не мешаю я уже тервою с греком то что это сделал я согласен с лёша игре а было брать и улетать он считал проект из тусов по это попытаться сделать ты видишь что ты даже за этот ход у меня даже ты у меня за этот ход даже одну десятую не снял силы а туда нормально вообще нет мы будем в смысле чью победу признаем чем-чем непонятно я не паю как может катечка победить религии если там как фантом говорил что там дофига веры есть у меня 2000 вера ну так чему победу можем признавать тут ты прям как андрей слушайте знаете что странно что военные лагеря при обстреле аэропортов убивают самолеты они даже в них могут стрелять лишь самолеты военные лагеря стреляют в самолетах я про это и говорю что не стреляют самолет там стоит юнит наземные но военные лагеря убивают самолеты на это давно так сделано всегда так было есть даже смотри летает юнит вот после лагеря да он не на аэропорту уже его можно фишка военных там зиме . установлен так внимание я нажал на паузу я построил проект манхэттен голосование сейчас одновременно будем голосовать напоминаю правило что кача чем можно я внести предложение мы просто тебе в приват скидываем здорово тогда силы я получила решаю смотри к тому человеку который проект манхэттен построен мы скидываем в приват и он потом оглашает результат ну хорошо пишите мне значит какие как это работает вы голосуете либо за запрет ядерного оружия мне в приват пишите плюсик в приват в игре в игре можно приват написать либо минус вы против запрета если запрет проходит то есть большинство плюсиков будет тогда те кто голосовали за запрет ядерного оружия между собой кидать его не могут друг на друга а на тех кто против проголосовал можно будет кидать соответственно те кто проголосовали против смогут кидать на всех если же запрет не пройдет все проголосовую проголосуют против но не все а большинство проголосуют против то соответственно все могут кидать на всех ядерное оружие нормально объяснил понятно подожди что мне делать чтобы чтобы вступить слюн надо чтобы вступить в клуб по ядерному раз разоружения надо нажать плюсики так понимаю да мне в приват пожалуй не только фантом пока написала ребят давайте работаем качка написал воинс написал давай мунлайт я уже залипаю плюс ядерного минус кидайте на всех да нет ты плюс это за запрет я за ядерного оружия минус против запрета использования ядерного оружия так осталось жоржа и этот и артем и я остался но я могу сказать что сейчас 3 на 3 я тоже голосую против поэтому все могут использовать ядерное оружие против всех заголосовали фантом качечка и артем против воинс мунлайт и жоржа ну чтоб не было что я неправильно посчитал все игра продолжается и едем дальше так надо караваны отправить внимание сделка хочу в германию не могу отправлять понял антон думаю пора закончить закончить воевать и мишу а мы хочу оставить себе два города последних последних они не помешались ну и писк согласен все сколько у тебя там будет делать ядерка но тут минус 1 конечно это очень жестко не чайник а чё так нет такие проблемы с деньгами я просто не успеваю все караваны опять отправить переходовки просто одно сплошное непонятно что захватить айфины до конца кризиса давай артем мочи меня мочи меня полно будем не я уже в игре можешь начинать с компьютером можно дружить можно а дружить только война или мир у тебя со всем союз классно короче самолеты даже против армии танков да ничего я веду даже против корпуса по ходу у меня современные танки а у тебя извини тебе надо было нападки надо было идти вон в технологии скрытности вот эти бомбардировщики строить это это более не смог блин вот и раньше можно было до пера пустить одну технологию чтобы перейти в следующую теперь походу нельзя это давно вообще такая тема ну смотри допустим есть я перехожу с это с воинов до мушкетеров о нет фонов до мушкетеров меня это мечников потому что на пехотинцев нет ресурсов на них нет ресурса их нельзя пропустить ты когда выходишь хорошо а в эти не смотри вот стрельцы пикинера да вот сегодня столкнулся с тем мне пришлось военную тактику за обычными пикинерами идти если ты вышел стрельцы пикинеры не сможешь строить пикинеров а почему потому что они не требуют ресурса а и только требуют ресурсы я могу перескочить что ты имеешь ввиду перескочить я меда перескочить через эпоху ну смотри как бы и пикинеры мне поначалу кто там идет эти вопрос планирует ты что планируешь я пока ничего не планирую я посмотрю что ты ко мне едешь как ты хочешь сделать какое-то непотребство ну ты со мной мириться не захотел я поэтому не знаю я думаю разумно держать на него войска мы теперь соседи теперь мы можем ну давай заключим союз и будем пускать караван просто не знаю что по войскам куда ты пойдешь и зачем тебе тогда это все ну потому что это ложь вот и поговорили какой союз ты хочешь ну у меня есть любые полезные союзы давай сначала дружбу а там посмотрим что у меня есть у нас учити у 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 здание венесанский арсенал два ангелов в этом пол давай немец тоже уж союз если дружба есть че откладывать ну давай эту караван и понимаешь ходят профит не будет ой мулай у тебя же война с алексей в горячей холодной фазе вообще вроде как такой мне уже не на женевы я уже вышел во все что мне требовалось тогда я я кинул послал уж пойти в него не посветь в алексей так может голландец мир все-таки заключим нет ну ты почему-то с фантомом за готов мир заключать со мной нет потому что он подвел современные танки и арту мне подгород а еще я могу с ним караване не в караванах нет я не предлагал союз еще в самом начале игры вообще слушай ну тогда даже не близко были а я к тебе караваны все равно отправлял как попало казалось нефть сколько у тебя послов голландец ладно убедил убедил сколько у тебя ты что ты 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 Продолжение следует... 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 Ну что, кроме самолетов, у тебя больше нету армии? Да нет, всё... Слушай, Грек тебе, чтобы победить на дачку, поднабрать. Идишь их поднаберу. Ну, я не имею права разглашать эту информацию сейчас. А почему ты тачечка за него топишь, а не за меня? Ладно, Лёша, тебе, чтобы победить, надо забрать всего Грека, тогда тебе будет больше очков. Вот так другое дело. Хорошо, а почему ты за него топишь? Не, мне просто прикалывает, что у Грека сейчас на 400 очков больше, но ему надо ещё подобрать. Ооо... Я смотрю... У Красного Грека чудеса строятся, у него есть чудеса, получишь за них очки, за все города, и я думаю, у тебя будет больше. Плюс... Можно ещё забрать Вавилон и Кумаси. А за них дают? Ну, это же город, за город дают 20 очков за город. А, ну, вообще отлично. Ну, это я Лёше говорю, в общем... Что? Да? То есть ты не видишь Кумаси? Не вижу Кумаси. Ну, я, короче, так понял, вы там сможете налететь, пытаетесь. Лучше у вас только по своим портам. Ну, я не успеваю. У меня, между прочим, спутники даже исследуем. Скутники у меня исследуем. Скутники у меня исследуем. Третьего блюда. У меня ещё самолёты. Просто в городах, что ли? Блин, мне тоже 14 тех. Ха-ха-ха-ха-ха. Хотелось бы ещё, завершён, вертолет потерять. За, сколько? 17 классов мне выучилиан. Нереально. С 600 науки можно? Нам из 400. Там даже 600 науки, последние тихие будут по 2 хода учиться их, там 6. С 600 науки она 1 ход учиться, что ты рассказываешь? 1300 стоит ну а науки так там же 40 процентов этого чего ускорение если есть туда убил все-таки дух или пост переливается не переливать то есть одну теху очередь за два хода там еще третий по одному так что пора все короче И... 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 Говорю тебе, что лучше западной 600-сотни. Нет. подождем грех поближе подошел у массе тут не хватает забрать нет уже бомбы следующим только появится садись спецов считаю проект 8 даже не следующим а через а не следующим появится так что у массе забрал да че так мало у тебя пробки что достраиваются уже не надо 2 не знаю что ты строишь то здание же не дают джанат уже можно все вырубать и тупо на улет все вырубаешь тупо читать проект на проект можно рубить кроме города с которых будешь улетать суши качечка ну давайте сделаешь гайд какую-то что ли вот нахера ты горишь человеку как ему лучше побеждать эта игра на свою победу или на какую или ночью победу он же все какая разница сидеть в игре и рассказывать другому как лучше победить из-за себя играю за него играю за всех играли учатся хорошо после игры расскажешь ему что он сделал неправильно так он человек научится он забудет он забудет как это его проблемы метод проверенный мы так школьника воспитали на бойный контакт надо было на стопу а тут армия с убедить в игре Потому что человек не знает, как это правильно делать, но очень интересно. Не, пускай там никакая большая армия. Я не знаю, что это делать. Я не знаю, что это делать. Все, Артем, можешь уходить. Спасибо. Чуть мне американцы такого не досталось. Ну, так ты ж не ядерками на него шел. А, ты покидал уже? Да. Я только сейчас заметил, что это был clear. Emergency. Нет. Конечно, обиды немножко. Я думал, самолётики-то вообще не расшил. То есть, по-любому... Нормальные самолётики. Я тебе ещё раз повторяю. Ты старыми самолётами обстреливал современные танки. И, соответственно, города... А так как в шестой циве сила городов и военных лагерей от самого современного юнита идёт, соответственно, и городам ты ничего не мог сделать, и военным районам ты ничего не мог сделать, и ещё ты построил аэропорты рядом с моими границами. Ну да, сичок. Тут, конечно, любость. Да я, знаешь, тогда, типа, в наступлении иду. Типа, постараюсь, но я, честно, я думал, как-то быстро заберу. Вот почему-то... Меня? Быстро заберёшь? Ты наводишься и смотришь 120 на 70, да, допустим. И должна промелькнуть мысль, что-то. Так а мы в Союзе там наводилок-то не было таких. Ты же видишь мощь самолёта? Сколько она? 70, 80? 80. А у города 120. Ты как бы... Ну, срабатываешь там на 30 больше. Ну, по-моему, когда я это всё просматривал, там не было 120. Что-то сейчас нету... Да уж ты незадолго, да, вышел в этих современные танки? Ну, я вышел прямо перед войной с тобой, но это... Ааа, ну вот, я их просто... Нет, я их просто не открывал, как бы... Мне они не нужны были, если я не собирался воевать на них. Ну, там даже при вертолётах в корпусах 97 мощь города. Если самолёта меньше, он как бы не особо будет пробивать. Это первое, а второе... Аэропорты надо чем-то защищать. Вообще... Умный самолёт не побоюсь. То есть это, в первую очередь, юнит поддержки очень классный. Не, я вот почему-то подумал, что, короче, это... Быстренько обстреляя эти лагеря, как бы... Потом в столице... О, ну, потом... По городам подумаешь, чтобы знаешь, как бы... Недалеко были сами самолёты, как бы, чтобы дальше захватывать. Теперь, вопрос, зачем обстреливать военные лагеря, если ты заберёшь город быстренько, и военный лагерь будет твоим со стенками. Второе, есть инженер, который строит взлётные полосы. И что тут операция, которые взлётные полосы, они по три самолёта обещают. Военный инженер. Тренце. Ладно. Спасибо за еду. Тренце. Тренце. Сейф. Да. О! Он же хостом был. А ничего. А, не знаю. залога расщепление ты лиц на сваливаю алексея по городам блин уже 1140 реально догоняем что я тут должен был взять дополнительную зону сейчас я выполнил вот задание так не денег дали на деньги михой штапнуть еще надо поплыли на грека кидать а а а а а а Как по счастью, кстати. Как по счастью, как по счастью, как по счастью. Я, кстати, еще ни разу не видел мультик, там беды по очкам. Там оно что-то простое. А я видел. Ну, еще раз увидишь, там у тебя посмотрю последние серии. Или у Фантома. И как ты у меня посмотришь? Я не стремлю, не записываю, ничего. Ну и зря. Да. Да. Ну. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Продолжение следует... 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 Кто тут? Торонто мне войну, ладно её. Думаю, садон ещё перекупить, кстати, ещё денег даст, ну, какую-то часть денег, в общем, так, мне нужны вертолёты ещё. Чё там, учёных-то взяли? Да. Ох, как. Ну, сушься, такими темпами. Чё, могут улететь, да? Не знаю, ну, в принципе, могут. Вот, если качечка взял на сто процентов, то, наверное, да. Да, на сто процентов были бы тихий, улетел. А он три детали, втори же строится за один пор. Четыре леса на одну, четыре на вторую и учёным повернуть, всё. Да, я бы Занзибар освободил, на самом деле, что у вас по счёту? Четыре очков праздник, я могу и другие. Я гланджу наш захват, Занзибар освободить. Нету, ускорение. К метелению. Чё, учёный, шпион один попался ещё. Ну, зачем это делать вот в конце хода, Фантом, серьёзно? Ты отошёл с юнитами, в начале хода отошёл, я-то подъехал. Есть. За десять секунд до конца ты начинаешь убивать мне юниты. Очень некрабильно, очень тобой не доволен. Ну, обычно, когда таймер пикает, уже не хватит. Сижу судорожно, тут пытаюсь успеть таймер, в это время Фантом мне приезжает и юниты убивает. Молодец. Красота. А ты думаешь, что мне таймера хватает на всё? Так и зачем ты вернулся юнитами и убил меня? Ты подвёл вертолёты, в начале хода их там не стояло. Они как раз стояли в начале хода, когда ты отвёл. Когда ты отвёл танки, я сразу-то подвёл вертолёты. И они, и там остался ещё ход у них. То есть я их мог убрать, если бы ты атаковал их. Так, вообще, я бы тут ещё эсминцы построил. Так, ну что, Зензибар попробуем взять. Откуда тут долетает ракета? Ага. Почему он бомбардировщик? Куда я хочу? Музыка. Зензибар я освобожу. у меня какой-то странный глюк я пытаюсь в лиссабон отправить послов я же говорил сейчас подожди сейчас что случилось ну вот это лагает когда там сезеренство меняется какие-то прошлым ходом еще делал сейчас я даже отменить не могу это ну сейчас нам у тебя есть послал девять 10 вообще хорошо с ним все еще в войне так мне показать что я с ним войне я воюю только с был сабон под лёши там не показывает что 10 но видимо я сейчас нет я показываю давайте еще пасу на послов наследие лобализация 1 1 1 2 2 3 что-то за зима расслабляет что-что за зима денег нет на этом пока все продолжение будет завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока